Всем привет, с вами WWE Vlog и Фадеев Руслан. Давненько не виделись, но новогодние праздники уже позади, а значит пора браться за работу. И вообще с наступлением нового года я решил наконец активнее взяться за видео, потому что, ну вы сами видели, что в последние месяцы контент канала не радовал ни разнообразием, ни частотой выхода, и с этим нужно было что-то делать. Да, мы проводим регулярные стримы ВКонтакте, это клёвый экспириенс, но YouTube тоже не хотелось бы забрасывать. И вот, сегодня я представляю вам новый видосик, в пусть и несколько заезженном, но тем не менее популярном и интересном лично для меня формате, а именно ТОП-10 Рестлеров Месяца. Конкретно сегодня я с некоторым запозданием подведу итоги декабря, ну а если вам понравится, такие видео могут стать регулярными. Дабы не смешивать всё в одну кучу, я решил сконцентрироваться только на основном ростере WWE, а критерии для расстановки я определил следующие. Примечательные события, достижения, победы, качество матчей и общий интерес к персонажу. Ну и конечно всё это сплошной субъектив и лично моё мнение, с которым вы вполне можете поспорить в комментариях. И последнее, чтобы не было путаницы, в свой день рождения в конце декабря я писал о том, что вскоре на канале выйдет некое интересное видео, так вот это не оно. Над тем видео я ещё работаю, оно скорее всего выйдет до конца месяца. И пусть по тематике оно немного запоздает, думаю вам понравится. Ну а теперь ТОП-10 Рестлеров Декабря. Поехали! Последнюю строчку занимают победители второго сезона Mixed Match Challenge, финал которого состоялся на TLC. Вообще турнир получился довольно спорным. В половине команд произошли замены прямо по ходу соревнования, да и финальный матч между Fabulous Truth и Mahalish'ей вышел очень посредственным. Однако за победу Труф и Кармелла получили право выйти под 30-м номером на Королевской битве, а это уже весомо. В остальном в декабре они ничем особенным не отметились и по большей части занимались энтертейнментом. Шотландский психопат весь декабрь вёл войну на два фронта с Финном Баллером и своим бывшим напарником Дольфом Зиглером. Далеко не всегда удача была на его стороне. На том же TLC он потерпел поражение в матче против ирландца. И всё равно Дрю всегда смотрелся очень внушительно, а 31 декабря на Ро он поставил красивую точку в матче в Стальной Клетке, где буквально уничтожил Дольфа, в общей сложности проведя ему 4 клеймор-кика. Новые командные чемпионы Ро, Чет Гейбл и Бобби Рут занимают восьмую строчку. Титулы они выиграли в гандикап-матче, удержав при этом даже не авторов боли, а их менеджера Дрейка Маверика. Кстати, занимательная фигня, АОП выиграли командные титулы в гандикапе против Сета Роллинса и проиграли их тоже в гандикапе, в обоих случаях имея преимущество. Вообще чемпионы из них вышли странные, и Гейбл с Рудом сейчас выглядят предпочтительнее. После выигрыша титулов они также успели поучаствовать в крестовом походе против Бэрона Корбина, а также провести неплохую защиту от Возрождения. Нельзя сказать, что в декабре Ронда как-то особенно ярко себя проявила, и все же, в отличие от того же Брока Леснера, с которой ее не перестают сравнивать, она регулярно появлялась на шоу и проводила добротные матчи, в том числе и две титульные защиты от Найи Джекс и Натальи. Помимо этого нельзя не вспомнить, что на Телси именно она определила исход поединка за женский титул Смэкдаун, сбросив с лестницы Бекки и Шарлотту и отомстив таким образом за былые обиды. Кстати, далеко не все фанаты одобрили этот поступок Ронды, но зато мы получили жирный намек на возможный мейн-эвент Реслмании 35. Если брать декабрь в целом, Болгарин, конечно, не был самой яркой фигурой на Смэкдаун, но 25 декабря однозначно был Русев Дэй. Во-первых, у него был день рождения, во-вторых, Рождество, ну и главное, в этот праздничный день он стал новым чемпионом США, окончив весьма блеклый и непримечательный титульный рейн Шински-Накамуры. Кстати, это уже третье чемпионство США для Русева. Своей самоотдачей и прекрасной работой на ринге Мустафа Али давно заслужил уважение фанатов и прозвище Сердца 205 Live. И хотя он так и не смог выиграть чемпионство полутяжей, в декабре он пошел на повышение и стал частью ростера Смэкдаун. Причем в первом же матче на синем бренде он схлестнулся с чемпионом WWE Дэниелом Брайаном. Конечно, он потерпел поражение, но уже через неделю он в какой-то степени взял реванш, удержав чемпиона в командном поединке после своего фирменного сплэша 0-5-4. Ну а на рождественском Смэкдаун пакистанец закрепил свой успех победой над бывшим чемпионом NXT Андрады Сиен Алмасом. По сути, Али стал первым примером того, что 205 Live не приговор, и оттуда тоже есть путь наверх. В декабре новоиспеченный чемпион WWE окончательно расцвел на позиции топ Хилла Смэкдаун. Старый Дэниел Брайан мертв, как и его ЕС-движение, и теперь он обвиняет фанатов, да и все общество потребления в том, что они безответственно относятся к окружающей среде. Казалось бы, банальная идея для гиммика, но Брайан в этом очень хорош, потому что чувствуется, что он действительно верит во многое из того, о чем говорит. Ну и, конечно, нельзя не отметить отличный матч против Стайлза на ТЛС, получивший 4.75 от Дэйва Мельцера и признанный многими одним из лучших матчей года. За последнее время Наталья вдоволь натерпелась от Райт-Сквад, которые постоянно издевались над ней и ее почившим отцом Джимом Нейтхартом. Однако на ТЛС канатка отомстила за все и не просто победила Руби Райт в матче со столами. По ходу матча она проломила столы всеми участницами отряда. Это была действительно мощная победа, которую она посвятила своему отцу. На этом Наташка не остановилась и уже на следующем Ро одержала важнейшую победу в гаунтлет матче, последовательно победив Эмбер Мун, Руби Райт и Сашу Бэнкс. Таким образом, она заработала тайтл-шот и 24 декабря провела отличный матч против своей подруги Ронды. И пусть титул она выиграть не смогла, третье место топа достается именно ей. В прошедшем месяце Дин Эмброуз предстал в новом образе, который многие сравнивают с Бэйном из Тёмного Рыцаря. Сам он стал куда более расчетливым и теперь величает себя моральным компасом всего WWE. И хотя мне не сильно приглянулся его новый гиммик, а матчи с его участием стали какими-то серыми, слушать его промки все еще интересно, а серия уверенных побед вывела его на лидирующие позиции топа. На ТЛС он победил Сета Роллинса и стал новым интерконтинентальным чемпионом, а впоследствии дважды защитил его в матчах против Тайлера Бриза и Аполла Крюса. Возможно, вы уже догадались, кто же занял первое место, по моему мнению, но перед этим кратко пройдемся по тем лицам, которые достойны упоминания, но по каким-то причинам не попали в первую десятку. Семья Макменов вновь взяла власть в свои руки и пообещала множество изменений, но пока они что-то не особенно заметны. Фин Баллар провел неплохой месяц и одержал немало побед, но приведет ли это к чему-то большему, пока не ясно. Брон Строуман, несмотря на недавнюю операцию, все-таки появился на ТЛС и формально победил Бэрона Корбина, теперь ему нужно готовиться к титульному матчу против Брока Леснера. Сет Роллинс в целом был заметен на протяжении декабря, но этот месяц явно стал для него переходным от интерконтинентального титула к потенциально чему-то большему. Эй Джей Стайлс, как всегда, был феноменален, но после потери титула слегка потерялся. Главным хайлайтом месяца, на мой взгляд, стала его атака на Винса Макмэна, которую тот сам же и спровоцировал. Элайас провел небезынтересный фьюд против Лэшли, за время которого пострадала не одна гитара, и по сути вышел из него победителем. Бэкки Линч все еще классная, но ее попаданию в топ помешали объективные причины – проигрыш титула и полное отсутствие побед, за исключением командника на Tribute to the Troops. Мисс весь месяц уговаривал Шейна Макмэна объединиться с ним в команду, и наблюдать за этим было довольно забавно. Ну а теперь переходим к первому месту. Итак, первое место топа я отдаю императрице завтрашнего дня – Аске. У нее вышел очень неровный год. В январе она победила в первой в истории женской королевской битве, но после поражения на Рестлмании и окончания победного стрика, ее карьера пошла под откос. Однако под конец года она вернулась в титульную гонку, да еще как. Она победила Бэкки Линч и Шарлотту Флэр в первом женском ТЛС матче, который по праву занял свое место в мейн-эвенте Pay-Per-View, и который лично я считаю лучшим матчем всего месяца. В качестве новой чемпионки Смэкдаун она уже успела отстоять титул от Наоми, но и в целом она отлично себя проявляла в течение всего месяца. Особенно отмечу шикарный матч против Шарлотта на Смэкдаун от 11 декабря и последующее избиение палками своих заклятых соперниц. Ну что ж, вот таким получился мой список лучших рестлеров декабря. Пишите в комментариях свое мнение, кто для вас стал лучшим в прошлом месяце и как вам вообще такой формат. Ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал и нашу группу ВКонтакте, ведь Королевская битва уже на подходе. 27 января ждем вас в нашей группе на прямой трансляции шоу. Ссылка есть в описании. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!